Владимир Путин обсудил с президентом Татарстана Рустамом Менихановым социально-экономическую обстановку в республике. Говорили о ситуации в ВПК, медицине, образовании. В беседе приняли участие наши земляки, которые трудятся в самых разных областях. Главное предприятие Татарстана, штат Камаза, это почти 60 тысяч человек, уже включился в реализацию задачи, поставленной Путиным. 25 миллионов новых, высокотехнологичных рабочих мест к 2025 году. Татарстан и Камаз берут на себя миллион. Модернизация идет полным ходом, сотрудники это в основном молодежь, успехи на ралли Париж-Дакар известны всему миру. Но автомобилестроение развивается и Камаз очень боится отстать. Ведь нет испытательных полигонов, при том, что разработок немало. Нам нужен инжиниринговый центр с автополигоном, который позволит увеличить качество нашей продукции, ускорить ее внедрение в производство. Мы всегда Камаз поддерживали заказами и кредитами, безусловно. И вот это направление деятельности поддерживаем. Потому что от того, насколько будет развиваться это направление, будет зависеть конкурентоспособность предприятия в целом. А в значительной степени, может быть, нашей автомобильной промышленности. Это очень хороший проект. Без этого будущего нет. За лидерство в Татарстане готовы бороться и фермеры. Потому руководитель семейной фермы сначала жалуется президенту, что молоко отдавать магазинам приходится за бесценок и существовать затем на грани банкротства. Фермер просит решить проблемы с молоком и по возможности даже перекроить федеральный бюджет. Есть ли такая возможность, Владимир Владимирович, чтобы, скажем, как-то пролонгировать те кредиты, которые уже сейчас у нас есть? У нас, конечно, мы очень благодарны вам, что пролонгировали уже прошлогодние кредиты. Ты хотел, мы же это не сделали. Очень благодарны вам за то, что мы действительно пошли на встречу. Посмотрим. Это требует, конечно, вы понимаете, дополнительных расходов федерального бюджета. Вообще, конечно, было бы здорово, если бы, да, может быть, даже часть кредитов и как-то срезать, и как-то, может быть, потому что действительно кредитная нагрузка очень-очень тяжело сказывается. Посмотрим, Владимир Владимирович, и про кредит мы посмотрим. Рассмотреть президент обещает и просьбу врачей. Смертность от инфарктов миокарда в республике снизилась вдвое, но спасти всех все равно слишком сложно. Речь о семи категориях больных, которым постоянно требуется высокозатратное лечение. Проблема это не только республиканская. Врач-скорый просит на федеральном уровне увеличить список так называемых нозологий. У многих пациентов снизилась чувствительность к принимаемым препаратам, но в то же время на рынке появились новые, более высокоэффективные средства, и, может быть, возможно расширить перечень лекарственных средств. Я думаю, что если вы это чувствуете и так думаете, я думаю, что на федеральном уровне должно быть принять такое решение. Обязательно переговорю с министром здравоохранения. Изложим это поручение, пусть подумают и сделают предложение. Предложение придется подготовить и всем губернаторам. Проблема земли для многодетных волнует, конечно, не только жителей Татарстана. Жалуются на это во всех регионах. Земля есть. А что с ней делать, с этой землей, люди не знают. То ли в футбол играть, то ли в хоккей на траве нашими семейными командами. Участки без инфраструктуры предоставлять президент запретил. Ситуацию Путин проконтролирует лично. Ольга Скобеева, Владимир Озеров и Наталья Губина. Вести.